Здравствуйте! Время подводить итоги, а это значит, что в эфире телеканала ЖТСУ программа АПТА в студии Надежда Белова. О том, чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в материалах моих коллег. И в начале выпуска коротко о главном. Да будет свет! В Талдыкургане начнут производить промышленные батареи. Новое производство не только позволит закрывать потребности внутреннего рынка страны в стационарных батареях, но и откроет возможности выхода на экспорт. С заботой об экологии в Текили построят горно-обогатительный комбинат, сырьем для которого послужат отходы старого хвасохранилища. Большие перспективы. В этом году жители Баканаса будут полностью обеспечены природным газом. В рамках визита в Балхашский район Канад Базумбаев ознакомился с планами работы. Дорогое удовольствие. Стоимость стройматериалов неумолимо растет. Как это сказывается на рынке жилья. Тяжело в учении, легко в бою. Военнослужащие провели масштабные учения. Батыл Тойторыс 2022. АЛМАТИНСКОБЛАСИ Реализация проекта по выпуску промышленных батарей Зайнар начнется в этом году. К концу года руководители предприятия уже планируют запустить производство и выпустить первую партию. Для этого потребуются кадры. Рабочие места обретут 120 человек. Выпускаемые батареи будут закрывать потребности как внутреннего рынка страны, так и поставляться за рубеж. Проектная мощность этого предприятия – 210 тысяч батарей. Соответственно, на каком-то этапе выйдем на полную мощность и большая часть будет реализовываться на экспорт. Учитывая, что рынок у нас является этих типов батарей импортозависимым, мы планируем покрыть полную емкость нашего рынка собственным производством казахстанским. И, соответственно, оставшееся количество будем реализовывать на экспорт. Промышленные батареи используются в качестве большого источника бесперебойного электрического тока. Например, на электроподстанциях, в крупных высоковольтных компаниях, как КИГОК, в железнодорожной сфере, в работе тепловозов, в системах резервного, автономного и аварийного питания домов. Такое производство будет иметь ценность не только для области, но и для республики в целом. Наш потенциал, мы сейчас его оцениваем, потенциал Алматинской области со специалистами ПРООН, он огромный просто. Мы, в принципе, можем электроэнергией ветровой, солнечной и гидром, полстраны можем обеспечить. Поэтому впереди бурное развитие этого направления, в том числе, если эти батареи будут здесь производиться. А вот в городе Тикели будет построен новый горно-обогатительный комбинат. Сырьем для него послужат отходы старого хвостохранилища. Тем самым Аким области и Канат Базумбаев предлагают решить сразу две проблемы. Экологическую, рекультивировав опасные отходы, и социальную, создав новые рабочие места для местного населения. Все подробности в материале. Экологические проблемы моногорода уже неоднократно поднимались жителями и общественниками Тикели. И вот, наконец, этот вопрос нашел свой экономически выгодный выход. Сегодня при подписании главой региона меморандума с инвесторами стало известно о долгожданном решении данной проблемы. Хвостохранилища, в которых накопились опасные отходы, будут рекультивированы. 35 миллионов тонн техногенно-минеральных образований станут сырьем для нового горно-обогатительного комбината. Инвесторы, получается, переработают полностью все это хвостохранилище в течение 10 лет. Извлекут оттуда все, что можно извлечь с точки зрения получения цветных и драгоценных металлов. И затем поэтапно захоронят, скажем так, оставшиеся с учетом современных технологий. Как я правильно понял. Вся эта работа должна быть, с учетом, что это экологически чувствительный проект, он наносит на самом деле, ну то есть пользу приносит для экологии региона. Мы, конечно, будем следить за тем, чтобы прошли общественное слушание, прошла экологическая экспертиза, ну и так далее. Эти проекты, безусловно, решат не только экологические, но и социальные проблемы моногорода. По планам в процессе строительства будут открыты около 400 рабочих мест, а в эксплуатационной фазе порядка 550. Объем всех хвостохранилища 35 миллионов тонн. То есть это сырье, техногенные и минеральные образования, которые были накоплены с 1942 года. На первом этапе этого нам хватит, а в дальнейшем мы будем смотреть варианты развития минеральной сырьевой базы региона. То есть мы считаем, что значительный потенциал в области не реализован. И будем искать дополнительное сырье. Но это после того, как мы переработаем первую фазу техногенной и минеральной образования. Согласно озвученным планам, дата реализации представленного проекта выпадает на первый квартал 2025 года. До этого времени будут проводиться необходимые подготовительные работы. В ближайшее время в Текиле решатся и другие насущные проблемы. Перспективы развития города были рассмотрены в ходе встречи Акима области с населением региона. Волновали жителей самые актуальные вопросы. Газификация, обеспечение доступным жильем, строительство и ремонт дорог, доступность питьевой воды и даже изучение государственного языка. Какие вопросы нашли свое решение, расскажет мой коллега Жандос Назарбаев. Встречу с населением в формате вопросов и ответов глава региона начал с краткого отчета о проделанной и планируемой работе как в области, так и в самом Текиле. Стоит отметить, что для дальнейшего развития экономики города в этом году планируется строительство завода по прямому восстановлению железа мощностью 120 тысяч тонн в год с объемом инвестиций более 15 миллиардов тенге и созданием тысячу рабочих мест. Аким области отметил также и туристический потенциал местности. Создание на территории Текиле инфраструктуры туризма даст возможность осуществить предпринимателям намеченные планы, а региону предоставит прекрасную возможность использовать уникальные достопримечательности края в выгодном ключе, так как туризм является одной из самых высокодоходных отраслей экономики в мире и создает больше всего рабочих мест. Поэтому Акиму города поручаю внести предложение для дальнейшего развития города с учетом имеющегося потенциала. Заместителю Акима области Дандабаеву этот вопрос взять на личный контроль, и я его пришлю на следующей неделе. Здесь будут сидеть и готовить планы соответствующими инвестициями. В ряде многочисленных вопросов, беспокоящих граждан, ликвидация мусорного полигона, строительство и ремонт дорог, газификация. Жители также волновал вопрос доступности питьевой воды. По словам местных, на сегодня из крана в квартиры поступает вода, абсолютно непригодная употреблению. Эту проблему мы уже услышали, ее изучали, мой заместитель ездил. И там она из двух проблем состоит. Первая проблема, она связана с тем, что в весенний поводковый период вода темная идет, водоподготовка плохая. И как раз, как река эта называется? Кора. Кора, да? Там нужно в этот момент просто переключить? На чужую переключаем? На чужую нужно переключить. На чужую переключить? Водовод, да, надо доделать там? Там два насоса надо установить дополнительно. Они были поломаны, мы их отремонтируем, сейчас устанавливаем. Вот, два насоса они должны будут сделать и вовремя переключать. Обеспечение доступным жильем – один из краеугольных вопросов жителей. Так, в очереди на получение жилья по городу стоят 1065 человек. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 107. При этом в текущем году планируется ввести 3000 квадратных метров арендных квартир. Акцентировал особое внимание Канад Бузымбаев и на проблемы в сфере здравоохранения, в частности, на дефиците медицинских кадров в городе. В городской больнице на сегодняшний день у нас имеется дефицит врачебных кадров. И наше население, чтобы получить какую-то услугу, выезжает в город Талдыкурган, что приносит очень большие неудобства. У меня такой вопрос, когда будет решен вопрос дефицита кадров особенностей врачей? Я знаю, что у вас анестезиолог, аниматолог, акушер, гинеколог, инфекционист, общей практики врач, педиатр, физиопедиатр, да? Их нет у нас у вас. Что скажет начальник управления здравоохранения? Обучается у нас 167 резидентов, узких специалистов. По окончании мы перераспределим их, четыре специалиста мы направим в город Текили. Это когда будет? Это по окончании, это где-то июль авгу. В этом году? В этом году? Четыре человека приедут. Кто? Четыре человека. Какие? Анестезиолог приедет, анестезиолог, акушер, гинеколог, да? И воп-врачи. Воп-врачи. Троих решайте, да? Четыре человека приедут. В общей практике врач есть? Да, воп. Будет, да? Да. Кардиолог пришел? Кардиолог пришел, четвертый, да. Немаловажным оказался и вопрос изучения жителями города Текили государственного языка. Многие желают посещать курсы казахского. И по их словам, главный критерий – они должны быть абсолютно бесплатными. Вопрос у меня тоже не менее важный. Мы все знаем, что у нас существует языковой барьер, и мы хотим построить новый Казахстан. Почему бы не открыть курсы бесплатного казахского языка? Например, я самоучка. Спасибо. Я самоучка. Я понимаю казахский язык, в меру, вот сколько я выучила. Но говорить я стесняюсь, потому что у меня неправильное произношение. Но это вы неправильно делаете? Я знаю, я стараюсь. Но я бы хотела, чтобы были открыты именно курсы. Ведь люди, которые, как сказать, сидят дома, даже школьная программа, она настолько минимизирована, что выучить и свободно общаться на казахском языке довольно-таки сложно. И поэтому я считаю, что надо бы открыть курсы. Люди бы ходили, не платные. На платные не пойдут, поверьте. Курсы бесплатного казахского языка – прекрасная идея. Я поддержу. Мухаммад Табаласма? Мухаммад Табаласма? У нас есть центр. Языковой есть центр. Бесплатный обучающий? Бесплатный обучающий. Очередь есть там? Там очереди нету. Нету? Нету очереди. Точно есть? Есть. А Марина Геннадьевна не знает, что центр есть, что курсы есть. Марина Геннадьевна, не знаете, да, просто? Но тогда время не будем ни ваше, ни ваше занимать. Я вас информирую, что курсы есть, Аким после завершения скажет, куда идти. Запишитесь, пожалуйста, на эти курсы и в следующий раз давайте на Казахском побеседуем с вами. На все волнующие вопросы текилийцы получили исчерпывающие ответы. Канад Бузумбаев внимательно выслушал всех и дал поручение руководителям соответствующих ведомств оказать содействие гражданам в указанные сроки. Жандос Назарбаев, Абзал Нусипов, Мадиб Айбусанов, телеканал ЖТСУ, город Текили. На этой неделе глава области ознакомился также с проблемами и перспективами развития Балхашского района. Канад Бузумбаев посетил социально значимые объекты региона. Как стало известно в ходе рабочего визита, в ближайшем будущем население района ждет немало положительных перемен. В этом году жители Баканаса будут полностью обеспечены природным газом. Продолжится строительство газопровода еще до четырех населенных пунктов. До конца года в районном центре будет сдан в эксплуатацию один многоквартирный и 50 частных домов. Интенсивное развитие животноводства и рыбного хозяйства придадут мощный импульс для дальнейшего прогресса. Подробности смотрите далее. Как известно, рис – одна из приоритетных сельхозкультур Балхашского района. В полевой структуре Алматинской области 90% посевов жемчужиного зерна приходится именно на эти земли. В текущем году под посевы белого злака выделено почти 7 тысяч гектаров, где основные работы на полях начнутся в мае. Глава региона ознакомился с подготовкой и посетил крупнейшее рисоводческое хозяйство в районе «Товарищество Берлек». Основной заботой фермеров, выращивающих рис, является вода. С каждым годом обеспечивать влаголюбивую культуру водой становится все сложнее. Агрохозяйственники указали на необходимость расширить и отремонтировать построенную, еще в советское время, ирригационную сеть, так как здесь происходят значительные влагопотери. «У нас имеются 6 тысяч гектаров поливных и 10 тысяч гектаров пастбищных земель. В связи с уменьшением количества воды в прошлом году пришлось сократить посевную площадь риса до 900 гектаров. В основном в этом году мы занялись выращиванием зерна и люцерны. Если проблема с поливной водой решится, то мы готовы увеличить площадь посева риса». Глава региона также ознакомился с работой животноводческого хозяйства «Динара Ранж» в селе Мьялы. Его производственная мощность составляет 24 тысячи тонн молока в год. Здесь же расположена откормочная площадка на 5 тысяч голов. Вот уже с четвертый год предприятие обеспечивает внутренние рынки мясом более 3 тысяч голов крупнорогатого скота ежегодно. Эти дома в Баканасе еще не подключены к системе центрального отопления. В двухэтажке 1971 года постройки проживает 88 человек. Рядом в ближайшее время планируется строительство еще одного пятиэтажного дома на 40 квартир. О предстоящих планах рассказал Аким района и отметил необходимость запуска еще одного котла. «Нужен еще один котел. И если теплопрасу подключить к дому, то жильцы уже сами смогут далее подключиться». Общежитие и производственный корпус Баканасского аграрно-промышленного колледжа пребывает в аварийном состоянии. В эксплуатации находятся только первые два уровня из четырехэтажного здания Акимобласти, посетивший объект, капитальный ремонт которого не проводился с советских времен, поручил областному управлению образования обеспечить комфортное проживание 60 студентам. Отметим, что колледж рассчитан на 400 человек. В настоящее время здесь по восьми специальностям обучается 162 студента. «В 2012 году в основном учебном корпусе был проведен капитальный ремонт. На сегодняшний день требуется ремонт в учебном корпусе для практических занятий и в студенческом общежитии. Хотелось бы, чтобы эти проблемы нашли свое решение». Не осталось без внимания главы области и центральная районная больница. В прошлом году в медицинском учреждении был проведен капитальный ремонт. Жители района довольны не только реконструкцией, но и оснащению лечебного учреждения. На 110 – койко-мест. По словам местных, теперь для диагностирования той или иной болезни не нужно ехать в областной центр или же Алматы. Сейчас потребность районной больницы лишь в нехватке кадров. Дефицит травматологов, терапевтов, реаниматологов и отоларингологов, отметил главный врач района. Акима области поручил главе района рассмотреть вопрос о привлечении шести специалистов до конца года. «За последние три года в район прибыло порядка 17 специалистов, в основном узкого профиля. Такие как врачи, УЗИ, эндокринолог, окулист, уролог. В целом в районе трудятся 47 врачей. Более 30% из них – люди предпенсионного и пенсионного возраста». Канад Бузумбаев также посетил парк имени Кунаева в райцентре. Территория, ставшая местом отдыха, население благоустраивается. На входе укладывают плитку и устанавливают новые скамейки. В центре гармонично расположен фонтан и детские площадки. Аким отметил, благоустроенный сквер должен стать местом притяжения и взрослых, и детей для приятного и полезного времяпровождения. При этом должно учитываться мнение самих жителей. Жандос Назарбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Балхашский район. Для того, чтобы больше узнать о насущных проблемах края, глава области провел встречу с населением Балхашского района. Выслушав жителей региона, Канад Бузумбаев дал ряд поручений руководства района и ответственным структурам. О том, что сделано и что еще предстоит, узнаем из материалов сюжета. Сразу несколько граждан сетуют на слабую организацию скорой медицинской помощи в районе. В отдаленных аулах нет необходимых медицинских специалистов. Расстояние между некоторыми селами и райцентром приходится преодолевать по 4-5 часов. Поэтому об оказании своевременной медпомощи речь не стоит. Да, проблема действительно существует. Мы подадим заявку на санитарный транспорт в количестве 4 единиц, проведем анализы и будем менять места дислокации скорой медпомощи с расчетом времени. В свою очередь глава области отметил необходимость скорейшего улучшения работы медслужб в отдельных регионах. Тем более, что в селах проблемы насущных и без того немало. Одна из них – укрепление берегов реки Или, в той ее части, которая протекает через села Баканас и Жиделя. Этот вопрос озвучил старейшина аула. Люди переживают за сохранность своих домов. Из-за размыва береговой линии полноводная река почти вплотную подступила к их жилью. В свою очередь специалисты районного отдела по ЧС заявили, что для стопроцентного предотвращения опасности требуется финансирование из областного бюджета. Конечно, для этого потребуются немалые деньги. Но проблему необходимо решать. Поручаю районному отделу по ЧС совместно с управлением ЖКХ разработать ПСД и на следующий год выполнить работу по укреплению берегов. Ни одно из обращений жителей Балхашского района не осталось без ответа. Решения были приняты и отданы в работу руководству соответствующих органов, включая и открытие филиала Народного банка. Думаю, этот вопрос можно будет решить в скором времени. Я обязательно встречусь с представителями Народного банка и переговорю по данной проблеме. Ещё один немаловажный вопрос – строительство спорткомплекса в селе Мьялэ. Некоторое время назад это здание служило сельской молодёжей для занятия спортом. Сегодня заброшенное сооружение служит обителю для местного скота. Если привести спорткомплекс в надлежащий вид, то здесь с пользой смогут проводить время более 300 сельских юношей и девушек. Канад Бузымбаев поддержал предложение и пообещал оказать содействие в восстановлении физкультурного объекта. На сегодня вся документация по спорткомплексу готова. На капитальный ремонт потребуется 150 миллионов тенге. Если финансирование поступит, то мы готовы к работе по восстановлению. Во время встречи в формате свободного микрофона был поднят вопрос и о высокой стоимости кормов. Неблагоприятные погодные условия привели к дефициту и дороговизне зимней кормовой базе. Надо этот вопрос решать в любом случае. Понимаю, что аграрии продают корма в другие регионы задорого. Но для начала необходимо обеспечить местное население. При этом нужны другие ценовые предложения, более заниженные. Во время встречи прозвучало более 20 вопросов. В завершении Канад Бузумбаев провел прием граждан по личным вопросам и проблемам. Также Акимобласти отметил, что будет следить за строгим выполнением всех вышеперечисленных задач. А потому они будут находиться под его непосредственным контролем. Жандос Назарбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Балхашский район. К другим темам. 15 апреля в Казахстане введены ограничения на экспорт зерна и муки. По словам первого вице-министра сельского хозяйства, имеющихся в стране объемов зерна и муки хватит на удовлетворение внутренних потребностей. Айдербек Сапаров также подчеркнул, что для предотвращения возникновения дефицита на внутреннем рынке необходимы ограничительные меры. Первый вице-министр сообщил, что в Казахстане ежегодно производится около 3 миллионов тонн муки, но половина из них идет на экспорт. При этом Айдербек Сапаров заявил, что слухи о дефиците муки ложны. Как известно, имеется ряд публикаций в СМИ с приостановлением деятельности ряда мукомольных предприятий ввиду дефицита сырья. То сразу хотел бы начать сообщение, что никакого дефицита зерна нет, зерна в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы с заплатами о населении. Директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Назгуль Хатепова пояснила, что подорожание пшеницы и муки наблюдается во всем мире, но это не коснется рынка Казахстана. По её словам, цены на хлеб в стране стабильны и нет никаких оснований для его удорожания. Дефицита пшеницы и муки на внутреннем рынке нет. Конечно, на мировом рынке наблюдается рост спроса на пшеницу и муку из-за ограничений со стороны России. Но, однако, ошибочное мнение, что рост на пшеницу или муку на мировом рынке напрямую влияет на повышение цен на муку или хлеб на внутреннем. Несомненно, дефицит муки в первую очередь зависит от урожайности зерновых. Сегодня фермеры края ЖТСУ предпринимают меры для её повышения. В крестьянских хозяйствах региона полным ходом идёт пассивная кампания. Приступили к работе и аграрии Ильейского района и села ЖТГ. В этом году многие фермеры надеются снять хороший урожай. По мнению сельхозпроизводителей, этому благоприятствует тёплая погода и увеличение размеров пассивных площадей. Осенью продовольственные рынки Алматинской области пополнят ячмень, пшеница, кукуруза, бахчевые культуры, помидоры, капуста и другие овощи. Гульмира Тсмергалиева расскажет более подробно. Крестьянское хозяйство Жунусов в селе ЖТГ владеет участком земли в 28 гектаров. Ферма в основном выращивает капусту. Львиная доля пашин уже засеяна разными видами крестоцветной. Остальные три гектара заняты под тыкву. С ранней весны и до глубокой осени здесь трудятся 12 человек. Со слов главы хозяйства, его продукция пользуется на рынке большим спросом. К тому же он уверен, что высокая влажность почвы и благоприятные погодные условия в этом году помогут собрать хороший урожай. Самый ответственный период с марта и до ноября. За это время мы успеваем вырастить несколько видов капусты. Только этот сорт даёт до 30 тонн с гектара. А на 77 гектарах земли раскинулись пашни крестьянского хозяйства Шакаев. Вот уже 30 лет эта ферма занимается исключительно растениеводством. В этом году аграрии большую часть земель отдадут под царицу полей кукурузу. Оставшиеся 17 – под семена садовых и овощных культур. Стоит отметить, в далёких 90-х крестьянское хозяйство Шакаев стало одной из первых ферм, внедривших капельное орошение. К тому же с использованием подземных вод. Метод уже оправдал себя. В особенности его эффективность проявилась в прошлом году. Несмотря на засуху, крестьяне получили значительный урожай кукурузы. В прошлом году получили порядка 12 тонн урожая. Мы уже посеяли разные овощи и арбузы. Скоро приступим к кукурузе. Работа начата в середине марта. Надеемся полностью завершить их до мая. В Житагенском сельском округе в нынешнем году будет освоено более 8 тысяч гектаров земли. Из них 3,5 засеят зерновыми – ячменём, пшеницей и кукурузой. 2000 гектаров отведены под многолетние травы. Ещё на тысячи планируется вырастить овощи. А с оставшихся 500 фермеры намерены получить садоводческую продукцию. В последние годы в селе Житаген большое внимание уделяется разведению овощей и садоводческой продукции. Площадь посевов под фрукты и ягоды сейчас составляет более 500 гектаров, что является очень хорошим показателем. В связи с благоприятными погодными условиями полевые работы идут полным ходом. На сегодняшний день фермерские хозяйства района обеспечиваются дизельным топливом по сниженной стоимости. Это менее 200 тенге за литр. А хорошая погода и отсутствие дефицита удобрений помогут уже этой осенью собрать богатый урожай. А мы продолжаем. С начала года цены на новое жилье в области выросли на 8%, а стоимость квартир на вторичном рынке стала больше на 13%. Это связано с увеличением спроса на строительные материалы. Они дорожают с каждым месяцем. Эксперты говорят, что это связано с удорожанием товара, возимого из-за рубежа. Цены на отечественные основные материалы, такие как кирпич, газоблоки, песок, щебень и бетон, стабильны. А вот стоимость арматуры выросла на 25%. Сантехники и электрооборудование увеличилось на 15%. Как все это сказывается на рынке жилья? Давайте разбираться вместе. В Талдукургане полным ходом идет строительство новых микрорайонов. Здесь совсем скоро появится 64 многоэтажных жилых дома. Однако сегодня подрядчики сталкиваются с определенными трудностями. Цены на строительные материалы неуклонно растут. По мнению экспертов, это связано с тем, что многие товары привозятся из-за границы. В Талдукургане мы ведем строительство в девятом микрорайоне. Вообще по Казахстану подорожали стройматериалы. Вот, к примеру, металл подорожал на 50-70%. Сантехническое оборудование, а также комплектующие для пластиковых окон тоже подорожали. Также отмечается рост цен на сухие смеси и отделочные материалы. Возможно, это связано с тем, что многие товары импортируются и задерживаются на границе. В целом, подорожание связано с ростом доллара. Предприятий, производящих отечественные строительные материалы, в области немного. Неудивительно, что они просто не могут полностью удовлетворить внутренний спрос. В целом, по Казахстану отечественные производители практически закрывают потребность внутреннего рынка в таких материалах, как бетон и цемент. Импортозависимыми мы остаёмся от таких стран, как Россия, Турция и Китай, которые поставляют в Казахстан арматуру, керамику, сантехнику, стекольную продукцию, панели и лифты. Есть отечественные производители, которые выпускают строительные материалы. В Талдыкурганском регионе кирпичный завод «Бузыкино» – это крупное предприятие. В Алматинском регионе есть несколько предприятий по производству не только красного, но и других видов кирпича. Также производится бетон. При этом выпуск строительных материалов отечественного производства составляет порядка 80%. Стоит отметить, цены на импортные стройматериалы в течение последнего месяца постоянно росли. А потому и на казахстанском рынке они могут ещё подорожать, утверждают эксперты. Реализаторы признаются, они вынуждены соответственно поднимать стоимость товара, чтобы не уйти в минус. В связи с тем, что доллар скачет постоянно, поднимается, цены у нас поднялись. В среднем 15-20%, но есть, конечно, виды товара, которые на 50% цена поднялась. Мы не можем, допустим, цены скидывать, потому что каждый предприниматель, каждая торговая точка, в соответствии от закупочной цены, уже делает наценку товара. Поэтому, а раз цены не падают у представителей фирм, значит и у нас, естественно, цены упасть не могут. До пандемии стоимость стройматериалов поднималась только весной и летом, в так называемый строительный сезон. Однако, с 2020 года из-за закрытия границы цены на товары стали изменяться каждый квартал. В этом году из-за геополитической ситуации стоимость стройматериалов и вовсе растёт постоянно. Особенно сказалось на металле, особенно арматура. Лес, понятно, что вообще весь почти российский, и рез, скажем, подорожал за это время порядка на 300%. То есть был меньше 50% за куб, дошло до 120%. Удорожание строительства в целом происходило на большой процент, то есть порядка более 10% и до 90%. Там и 50, и 70, до 90%. В связи с этим те строительные фирмы, которые работали на бюджетные деньги, они вынуждены были подавать на корректировку. В этом году из-за резкого скачка цен в Алматинской области уже внесены коррективы в более чем 100 строящихся проектов. Сегодня в регионе строительные работы ведутся на 596 объектах. 420 из них пополнит жилой фонд. 38 относятся к сфере образования. И 13 объектов — к сфере здравоохранения. По словам специалистов, работы ведутся, согласно графику. До конца года будет введено в эксплуатацию 458 объектов. Объёмы строительства постоянно увеличиваются, а следовательно спрос на материал. Так же будет расти. И это, по мнению экспертов, неминуемо приведёт к повышению цен на жильё. Надежда Белова, Аяулым Санцисбаева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Весной наступает горячая пора и для работников дорожных служб. После зимних холодов состояние автодорог зачастую оставляет желать лучшего. Однако есть такие улицы, которые нуждаются в ремонте уже многие годы. Одна из них — улица Каркара в Талдыкургане. Отчаявшиеся жители обратились за помощью в нашу редакцию. По их словам, даже службы такси отказываются приезжать на вызов из-за отсутствия нормального асфальта. Впрочем, по словам представителей ответственных структур, ситуация находится на контроле. В этом году в Талдыкургане планируется отремонтировать свыше 100 улиц. Средства на это уже предусмотрены. Когда и где будет производиться долгожданный ремонт, узнаем из материалов сюжета. Осенью и весной грязь, летом пыльная дорога. От этого местные жители изрядно устали. Несмотря на то, что улица Каркара расположена в центре Талдыкургана, она выглядит заброшенной. Дорога протяженностью всего 150-180 километров не ремонтировалась уже многие годы. К тому же пару лет назад улицу перекопали, прокладывая водопровод. От этого образовались новые ямы. Когда дождь идет, тут болото. Нельзя ходить без сапог. Моя жена ходит на работу, сперва одевает сапоги, потом там снимает, одевает туфли и дождь идет. Вообще это, сколько лет мы писали, акимат писали и без результата. Тем более завтра машина выезжает и грязь мы все выносим туда на асфальт. А это еще одна улица, передвижение по которой буквально проверяет горожан на прочность. Из-за ям и выбоин дорога больше напоминает полосу препятствий. Так выглядит улица Даирова от пересечения с улицы Курманова до Гаухарана. Ситуацию усложняет тот факт, что рядом расположены торговые центры, в том числе и строительные магазины. В часы пик передвигаться по этой дороге особенно сложно. Водителям приходится сбавлять скорость и объезжать препятствия. Вот эта дорога, она все время, может быть, где-то гравием подцепят, но в основном она в таком состоянии. Мы вот здесь отработаем, в этом торговом доме, очень много людей сюда приходит. Ну и мы сами, это неудобно. Здесь всегда много машин. Вот видите, вот как тяжело. А если дождь пройдет, то вообще не видно этих луж. Машины, в общем, можно и задеть низ вот в этих ямах. Ну, хорошо было бы, если бы сделали. Очень много людей пользуются именно вот этой дорогой. По словам специалистов ответственных структур, в этом году в Талдыкургане на 60 улицах будет произведен средний ремонт, в их числе и Каркара. А вот когда в надлежащий вид будет приведена улица Даирова, пока неизвестно. В прошлом году частный подрядчик проложил на участки газопровод. Теперь они обязаны отремонтировать раскопанную территорию. Затем совместно с ЖКХ будут проведены работы по строительству канализационного трубопровода. И только после этого будет уложен асфальт. Всего в этом году мы планируем провести средний ремонт на 61 улице. Это более 31,5 километра. Средства предусмотрены на участке от Курманова до Гоухарана по проекту ремонт канализационных труб. К ремонту дороги сможем приступить только после выполнения всех запланированных там работ. На ремонт Алдыкурганских дорог в 2022 году планируется потратить 5 миллиардов тенге. В результате будет отремонтировано 104 улицы. Надежда Белова, Айзадау Розалы, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Общий облик города создают не только дороги и здания, но и такие необходимые объекты, как остановки. Четыре года назад в областном центре были оборудованы новые смарт-остановки, создающие комфорт ожидающим автобус-пассажирам. Однако проект, мягко говоря, не совсем удался. Сегодня в состоянии внешний вид многих остановочных комплексов города Талдыкурган оставляет желать лучшего. Но чья это вина? Людей, для которых создаются условия, или служб, которые берутся за эти проекты? Расскажет Гульдана Амирова. В Талдыкургане установлен 21 умный остановочный комплекс. За их содержание отвечают три подрядные организации – Талдыкурган Кургейту, АБЗ Карьер ДРСУ, ШГС-4. Эти комфортные остановки, установленные в 2018 году, оснастили беспроводным интернетом, кондиционером, мониторами и видеонаблюдением. Они должны создавать комфортные условия пассажирам для ожидания автобусов и создать современный облик города. Однако сейчас об удобствах речь не стоит, ровно как и о порядке на смарт-остановках. Мы график составили так. На каждую неделю у нас понедельник и пятницу производят подрядные организации. То есть влажную уборку моют, как положено, все смарт-остановки. А ежедневно они получаются, такой технический мусор убирают, ежедневно там рядом остановки чистят и в таком плане вот работают. Вот график составили. Сейчас на сегодняшний день остановки находятся в хорошем состоянии. Даже можете проехаться, посмотреть. Неделю где-то два-три раза мы объезды делаем. До этого, да, патрулировались где-то два раза в неделю. Исполнительные органы заверяют – все под контролем. Но, как выяснилось, на поверку – не везде. Особенно на Талдукурганских окраинах, где в смарт-комплексах из удобств и технического прогресса остались только лавочки. Не соблюдают здесь и утвержденный график уборки. Этой заботой охвачены лишь остановки в центре. И то не в полном объеме. У нас сумма ездит. Тут 42 миллиона получается на 282. То есть у нас, допустим, из 282 остановки, у нас 21 смарт, 155 у нас металлическо-стеклянные, 106 – простые металлические. А вот на это все обслуживание уходит 42,5 миллиона в тенге. То есть сюда уходит и уборка мусора, и влажная уборка, и частичная замена металлических стеклянных, и полностью все ограждения мы меняем там. К нынешнему состоянию городских остановок в большинстве случаев приложили руку и сами жители. Особенно молодежь, которая без изрения совести громит коммунальную собственность. В прошлом году полицейские металл Тукургана зарегистрированы и возбуждены дела по двум таким фактам. Кое-где закрытые от ветра и холода помещения и вовсе превратились в спальные места для бомжей. Отсюда и возник резонный вопрос – а готовы ли мы к таким благам, как смарт-остановки? Состояние остановки, конечно, тут никто ее не смотрит, потому что она на отшибе стоит. Все это делалось, конечно, для благосостояния народа, но вы сами видите, как люди относятся к государственному имуществу, разрушают их. Конечно, нужны такие остановки, если они будут функционировать правильно и по назначению. Смарт-остановки необходимы для того, чтобы ждать автобус зимой, необходимый летом и зимой. В них очень удобно ждать автобус. У каждой медали две стороны. Ответственность за благоустройство и сохранность государственного имущества лежит не только на службах ЖКХ и полиции, но и на налогоплательщиках в лице жителей города. Простые граждане должны четко понимать, коммунальное имущество – это наша общая собственность, за которую в ответе каждый. Кульдана Амирова, Ержан Дусень, телеканал ЖТСУ. Будущее в руках молодежи. С этой простой истиной сегодня не поспорит никто. И для того, чтобы оно было действительно перспективным, создаются все необходимые условия. Так, для подающих на одежды спортсменов открыты бесплатные секции. К примеру, на сегодняшний день в Талдокурганском центральном бассейне занимается более полутора тысяч ребят от 6 до 16 лет. Большим стимулом для них являются встречи с кумирами. Так, на этой неделе у воспитанников местной спортивной школы была уникальная возможность пообщаться с олимпийским чемпионом по плаванию Дмитрием Баландиным. Ребята смогли задать интересующие вопросы легендарному спортсмену, сфотографироваться с ним на память и получили автограф. Это, по-своему, историческая встреча вдохновила начинающих пловцов на новые спортивные подвиги. Напомним, трехкратный чемпион азиатских игр Дмитрий Баландин пока единственный за всю историю Казахстана олимпийский чемпион по плаванию. Его коронная дистанция 200 метров брасом. В наш город заслуженный мастер спорта приехал специально, чтобы посетить одну из его главных достопримечательностей – новый плавательный бассейн. Именно здесь планируются ближайшие учебно-тренировочные сборы национальной команды Казахстана по плаванию. Прежде всего мы сегодня прибыли в Толды-Курган, чтобы посмотреть центральный плавательный бассейн, посмотреть его как будущую базу для тренировок национальной сборной команды. Поэтому мы посмотрели, остались под большим впечатлением. Замечательный бассейн. Я вообще сам первый раз сюда приехал, поэтому давно хотел. Много слышал, что открыли прекрасный бассейн, но вот сам никогда не был. Сегодня вживую видел и, конечно, да. То есть здесь база шикарная для того, чтобы проводить учебно-тренировочные сборы, соревнования республиканского уровня и так далее. Поэтому основная цель визита была, конечно, такая. Если юные начинающие спортсмены уже определились с выбором профессии, то для многих такое решение еще только предстоит принимать. В этом молодым людям решили помочь в областных управлениях. В ЖТСУ стартовал проект «Жизненный ориентир». Реализуется он совместно тремя ведомствами. Управлением внутренней политики, образованием, а также координацией занятости и социальных программ. Главные цели проекта – помочь молодежи выбрать не только интересующую, но и востребованную профессию. Как известно, сегодня на рынке труда ощущается дефицит дипломированных технарей. Потому в рамках проекта для выпускников школ будут организованы экскурсии на крупные предприятия региона. Кроме этого, с 25 по 30 апреля во всех колледжах проводятся Дни открытых дверей. По словам руководителей ведомств, ежегодно увеличивается количество грантов на обучение в среднеспециальных учреждениях. Так, в этом году на базе 9 классов госзаказ увеличен на 2500 мест. В рамках проекта предпринимаются меры, чтобы охватить не только выпускников школ, но и безработную молодежь. В этом году это новинка, то, что наши выпускники могут, не сдавая экзамены, стать студентами наших колледжей, за исключением творческих профессий, таких как дизайн, либо же у нас есть представители творчества, которые поступают в музыкальный колледж. Теперь также для поколений нет или, проще говоря, маргинальной молодежи, на базе колледжей в летние месяцы мы организуем трехмесячные курсы. 30 колледжей в области готовы, из них 15 в Толдокурганском регионе, для того, чтобы наша молодежь получила профессию и могла завтра работать. В то время, когда одни поступают учиться, другие спешат отдать долг родине в целях повышения боеспособности казахстанской армии. Для того, чтобы молодые военнослужащие были готовы к любым непредвиденным ситуациям, проводятся военные учения. В Алматинской области в тактических маневрах «Батыл-Тойтарыс-2022» приняли участие десантно-штурмовая бригада, воинские подразделения и другие отряды Ковшигайского гарнизона. Как военнослужащие справились с поставленной задачей, расскажет наш корреспондент. Комплексные межведомственные учения проводятся в рамках поручения главы государства для повышения боеспособности казахстанской армии. А потому молодым военнослужащим предстояло решить задачи, приближенные к реальным боевым действиям. Одна из них – инсценировка столкновения с террористами, передвигавшимися на легковом автомобиле. К чести армейцев, план по немедленному захвату боевиков был выполнен. В данной ситуации свою лепту внесли и служебные собаки. По словам кинологов, служить в военной полиции могут лишь определенные породы. В предпочтении бельгийские и немецкие овчарки. В этой части вот уже пять лет несет службу пёс по кличке Макс. На его счету задержание трёх преступников. Сужебные собаки обучаются поиску наркотических и взрывчатых веществ. Они также ведут поиск и задержание правонарушителей. В ходе учений развернулся настоящий театр военных действий. Ведь помимо демонстрации навыков рукопашного боя и снайперского мастерства, военнослужащие Капшагайского гарнизона выполняли и условные антитеррористические операции. Свою готовность показала и инженерная сапёрная рота. Её бойцы с успехом выполнили поставленные задачи. Соорудили мост через траншеи, тем самым обеспечив доступ к местам операции другим родам войск. А также справились с маскировкой крупной боевой техники на открытой местности. Наряду с этими задачами мы разминировали территорию, обеспечивали водой и монтажом фортификационных сооружений. Наряду с этим на полигоне отработана и учебно-боевая задача по извлечению и подрыву различных взрывчатых веществ. Людям помогали беспилотные летательные аппараты и робототехнический комплекс, предназначенный для предотвращения человеческих потерь. С помощью дистанционного управления он способен определить категорию взрывчатого вещества, переместить мины и взорвать их в безопасной местности. Напомним, командно-штабные учения «Тойтарес-2022» прошли на территории семи областей и двух городов республиканского значения. В Алматинской области возрождают народные традиции. В дни священного месяца Рамазан члены уникального института дружбы решили вспомнить и продемонстрировать древний обряд «Жарапазан». Стоит отметить, что такая работа ведется в рамках реализации проекта Ассамблей народа Казахстана «Казахстану». Название «Жарапазан» имеет арабские корни и означает фразу «Пришел Рамазан». А потому и сам обряд проводится только во время священного месяца. Многие годы традиция была забыта. В этом году члены областной ассамблеи решили возродить интересные и яркие обычаи и порадовать жителей областного центра, поздравив их со священным праздником. Есть такое поверье, что именно в священный месяц Рамазан ангелы спускаются с небес и исполняют добрые пожелания мусульман. Это называется «Жарапазан». Народ свои пожелания передает в песенной форме. Обряд исполняют только во время разговения. Он помогает постящимся людям сохранять бодрость, духа и веру. Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области это мероприятие проводится впервые. По традиции хозяева встречают гостей с подарками. Так и руководители структур, которые посетили члены Института дружбы, с большим удовольствием делали подарки организаторам, поблагодарив их за такой замечательный праздник. По словам представителей ассамблеи, особенно приятно и значимо получить благословение. С большим интересом приняли участие в празднике и представители некоренных национальностей. Члены этнокультурных объединений открыли для себя новые традиции. Многие в этот день впервые стали участниками обряда «Жарапазан». Мне было очень интересно. Я хочу сказать прямо и поделиться со всеми. Это, знаете, приятно, что возрождаются у нас такие замечательные праздники. Это нас сближает. Люди желают добра, желают всего самого хорошего. А что еще нам нужно? Нам самое главное, чтобы был мир на нашей земле, чтобы была дружба, чтобы все мы здесь были, жили счастливо, долго и процветал наш Казахстан. Отныне такие встречи планируется проводить ежегодно. Ведь национальная память важна для молодежи. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Историю и традиции казахского народа помогают сохранить и такие замечательные праздники, как национальный день влюбленных. Его на этой неделе отметили в Казахстане. Памятная дата посвящена героям, ставшим символом вечной любви. Казы Карпеш и Баян Сулу. С каждым годом растет число юношей и девушек, отмечающих этот романтический праздник. Впервые предложение о праздновании национального дня влюбленных было выдвинуто в 1999 году общественным деятелем Дархана Мунбая. Данная инициатива, несмотря на большое разочарование, не вошла в число праздника. Только в 2011 году управление молодежной политикой Акимата города Алматы включило День Козы Курпеш Баян Сулу в число официальных мероприятий. С тех пор этот праздник стремительно набирает обороты среди казахской молодежи. Вообще не против, чтобы молодежь праздновала этот день. Это их право. Мы живем в независимом государстве. Да, я знаю, что сегодня День Козы Курпеш Баян Сулу. Не праздную, о Роза же. Сейчас уже далеки от празднования Дня Святого Валентина. У нас есть свой казахский День Влюбленных. Новый День Влюбленных – это не просто перенос события с одной даты на другую. Праздник связан с народным эпосом. Он призван показать чистоту и красоту влюбленности. К тому же он проходит в самое романтичное время года. Именно весной, когда земля только начинала обретать зелёный покров, в стародавние времена казахи собирались на вечерние гуляния. Расцветающая природа располагала к проведению национальных игр – Ахшамшек, Алтабакан, Аулиек. Многие знакомились, а после создавали семьи. 73-летняя Ауисхан Мажай когда-то сама принимала участие в таких играх. Мы были поменьше. В основном в этих играх участвовали старшие девочки и парни. Я помню, один из парней загадал загадку. Кто-то угадал и кинул кость. Мы, младшие, искали некоторое время. А одна пара использовала это время для беседы. Они, оказывается, обсуждали планы о женибе. Вот так и дружили. А потом и создавали семьи. Имена Джигита Козы-Корпеш и красавицы Баян неразделимы вот уже 15 веков. Свет любви, оставленный двумя сердцами, вдохновлял акынов, драматургов, этнографов и историков всех времен и многих народов. Да и сейчас тема любви Козы-Корпеш и Баян актуальна и среди молодежи, являясь своего рода образцом настоящих, искренних отношений. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Увидимся на следующей. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова